Почему из-за COVID-19 вводят карантин именно в тех регионах Азербайджана, где проживают этнические меньшинства? Пока продолжается война, многие районы страны были заблокированы под предлогом борьбы с COVID-19. Вполне вероятно, что это превентивная мера, вызванная опасениями Алиева. Были заблокированы следующие населенные пункты. Несколько деревень и городов в Джалилабадском и Масалинском районах, населенных в основном Талышами и Татами. Город Ленкарань, преимущественно населенный Талышами. Город Губа, районы Хачмас, Ках и Смолинский район и Загатала, населенные преимущественно Лесгинским, Аварским и Цахурским этническими меньшинствами. Город Мингичаур, преимущественно населенный Лесгинами. Список можно продолжать. Факты говорят о том, что блокируются в основном города и деревни в регионах, густонаселенных этническими меньшинствами. Чего на самом деле боится Алиев? Давайте вспомним недавнюю историю. Летом 1993 года, во время войны в Нагорном Карабахе, на юге Азербайджана была создана Талышско-Муганская автономная республика. Вполне вероятно, что Алиев опасается повторения истории и, возможно, попытки создания еще одного государственного образования одним из меньшинств. Коренные этнические меньшинства в основном оказываются на передовой. Этнические меньшинства, как правило, не питают ненависти к армянам и по понятным причинам не хотят жертвовать своими жизнями ради войны, основной целью которой является сохранение династии Алиевых. Неоспоримым фактом является то обстоятельство, что все предшествующие лидеры современного Азербайджана приобретали или теряли власть исключительно из-за событий на поле боя в Карабахе. Прибегать к силе и возобновлять войну — рискованная игра гамби для семейной династии Алиевых в Баку. Итак, зачем клану Алиевых война? Только чтобы удержать власть? Спасибо. 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 Спасибо.